Смотрите, кто последним остается, не важно, меняется при атаке, но кто последним остается, не надо в футбол смотреть. Сразу поджимайте в зону, где мяч, чтобы если что успевать сразу в отбор вступить. Еще недавно команда «Платон», выступающая под руководством тренера Павла Трошина, была главным претендентом на серебряные медали чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди клубов Суперлиги. Однако двенечи с контактором и УМЗ практически перечеркнули эти серебряные надежды. А ведь именно «Платон» встречался с заводчанами с позицией силы. У него и подбор исполнительно сильнее, и турнирное положение куда лучше. Наверное, у нас были игры, был период, где мы были фаворитами в играх этих. И таких игр было несколько подряд, три или четыре игры было. А потом, ну, скорее всего, привыкли к этому уровню и были не готовы, наверное, выйти с командой более сильными. Возможно, в этом причине. Чтобы сохранить шансы на серебро, «Платону» в заключительном туре чемпионата нужна была только победа над мобирейтом. Соперник к этому поединку все свои задачи в турнире уже решил, завоевав золотые медали двумя турами ранее. Правда, к концовке чемпионата команда подошла уставшей, чему свидетельствует поражение в полуфинале Кубка Ульяновска от УМЗ в дополнительное время. Тот матч состоялся за три дня до битвы с «Платоном». Вялость у нас, вялость непонятная. Не можем мы собраться, перебороть себя сами, чтобы уже прям, как было там в середине чемпионата, начале чемпионата, когда мы шли без потерь, на каждую игру жестко-жестко настраивались. К счастью для зрителей, мобирейт не выказал усталости, выйдя на поле. В первом тайме команда выдала футбол достойный чемпиона. Многое задуманное, может, и не получалось, но желание играть на победу было хоть отбавляй. Игру в открытый футбол принял и соперник. Именно он и открыл счет. После розыгрыша стандарта по воротам мобирейта били все, кому не лень. Но последний, точный удар на счету Дмитрия Куликова. Не прошло и двух минут, а чемпион отыгрался. Виктор Злыдарев на позиции столба продавил Сергея Ахмедшина и неотразимо пробил с близкого расстояния. Таких голов в нынешнем сезоне Злыдарев-старший забил множество. В футболе всякое бывает. Просто мяч прошел через центр, мы должны были играть уже. Сыграли широко, Злыдарев получил мяч и забил. Ошибка, я считаю, да. Ты зачем здесь стоишь? Ну отваливайся вот сюда, уводи вот этого игрока. Пусть зона освобождается один в воде. Нет, ты слишком поздно включился за обороте. Оставляйте один в один на флангах. Зачем ты к нему еще лезешь? Все главные события второго тайма выплыли на его самую последнюю минуту. Платон к этому времени перебрал лимит персональных замечаний. И получил дабл-пенальти в свои ворота. Юрий Абдухаков был близок к победному голу, но галкипер Андрей Сейкин не позволил мячу пересечь линию. Судьи взятия ворот не зафиксировали. Нападающему Берета Вячеслав Прибылов с этим решением не согласился. В итоге красная карточка и возможная дисквалификация на несколько матчей будущего чемпионата Ульяновска. А в этом сезоне Мумирейт и Платон все же разошлись миром. 1-1. Исход, который оставил Платон с наградами бронзового отлива. Боевая ничья, я думаю, для зрителей было интересно. На встречных курсах играли и моментов и туда кучи было, и туда. По одному забили, реализация слабенькая. Поэтому, думаю, интересно все равно играть. Лучшим бомбардиром Суперлиги в этом сезоне неожиданно стал капитан смены Александр Костенко. И это несмотря на то, что в заключительном туре его команда уступила контактору 4-6. Сам Костенко сделал дубль и довел свой лицевой счет до 25. После того, как Платон и Мумирейт сыграли в ничью, остальные матчи заключительного тура потеряли всякий турнирный смысл. Поэтому команды носились по полю в свое удовольствие. Особенно УМЗ и Кристалл, отправившие ворота Юниора и Симбирска по 8 мячей. Кроме того, ПСК забил 4 безответных мяча уже покинувшему Суперлигу Штальбургу. Таким образом, компанию Мумирейту на пятистале почета составили Кристалл, который во второй год подряд завевал серебро, а также Платон, оставшийся с бронзой. Неудачниками Суперлиги стали Юниор и Штальбург. В следующем году они выступят в высшей лиге. Освободившиеся места займут Элина и Валента. До старта нового чемпионата Ульяновска осталось около 7 месяцев.